Согласно документу, вне закона станут вещества, вред которых уже лабораторно доказано, а также психоактивные препараты, которые представляют потенциальную опасность. При этом вносить их в список запрещенных наркоконтроль сможет самостоятельно. Тем самым не только упростится сама схема и значительно сократятся сроки для включения синтетики в реестр. Помимо этого, Путин предлагает ввести ответственность за употребление спайса в общественных местах и за оборот психоактивных веществ. С похожей инициативой ранее не раз выступал губернатор Кубани Александр Ткачев. Проблемой распространения спайса на Кубани краевые власти озаботились уже давно. С призывом упростить процесс запрета спайса глава региона выступил на последней сессии законодательного собрания края. Также неоднократно методы борьбы с синтетическими веществами обсуждали на заседаниях антинаркотических комиссий. Мы сегодня не должны ждать. Мы видим уже, кто торгует, мы видим, кто злоботребляет, кто в этой сети распространения находится. Мы, так сказать, сегодня объявили войну и все те, кто сегодня торгуют этим зелем, это синтетикой, это преступники. Но самое важное, что они просто губят наших детей. Самое страшное. Я очень надеюсь на активную работу органов ФСБ и, естественно, нашей кубанской полиции. Это, ваша коллегия, непосредственная работа. Конечно, главы администрации и общественность. Я абсолютно убежден, что жители Кубани, казак и наркотики – это, собственно, несовместимые понятия. Сегодня, прямо сейчас заняться этим всем миром, всей Кубани и уверен, победим. Волна отравления новым видом спайса началась в конце сентября. Случаи зафиксированы в ряде регионов страны – Ханты-Мансейске, Сургуте, Кирове, Нижнем Новгороде и Башкирии. Пострадали более 2000 человек, 40 из них погибли. Жертвы есть и на Кубани. В основном это молодые люди до 35 лет. По мнению краевых властей, для того, чтобы побороть эпидемию спайса, необходимо привлекать общественность и создавать горячие линии. К слову, опыт борьбы с наркотическими веществами в регионе уже есть. В 2007 году по инициативе Александра Ткачева был принят закон о запрете выращивания мака.